В 1995 году Сергею Лаврову было очень тяжело на душе. Он лишь недавно стал постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке, но все мысли его были о родине. Лавров очень печалился, что из России массово уезжают люди в поисках лучшей для себя жизни. Тяжкие думы Лаврова о судьбах несчастной страны нашли отражение в его стихотворении «Имигранты последней волны». Сколько судеб своей круговерти! Две волны погубили, спасли, но уже поднимается третья с неуемной российской земли. Пересохли святые колодцы и обходят волхвы стороной. А Россия опять ей не имется, поднимает волну за волной, и судьба улыбается ведьмой, и утраты не чует страна. Ну а что, если станет последней эта страшная третья волна? Лаврову в середине 90-х кажется, что вся страна уплывает за границу. Тогдашнюю волну эмиграции он называет страшной. Лавров еще не знает, что спустя четверть века он вместе со своим преступным начальством разгонит куда более страшную волну эмиграции, где люди будут бежать не за лучшей жизнью, а спасая свои жизни от чудовищной войны. А сам любитель поэзии за это время из первоклассного дипломата деградирует. Безвольное чучело, с которым никто из коллег не хочет оказаться на одной фотографии. Я же никого не приглашал фотографироваться, поэтому и вообще не приглашал никого никуда. В этом видео я расскажу вам о Сергее Лаврове, человеке, который мог бы войти в историю как отличный профессионал, уважаемый во всем мире дипломат, но войдет в историю как путинская марионетка на экспорт, чья задача – врать столько же, сколько Кремль, но и с дипломатическим опломбом. Узнаем, на что Лавров променял свое призвание и как оценивают его профессиональное и личное падение его же бывшие коллеги. Мне уже в свою очередь хочется дипломатично попросить вас поддержать это видео, поставить лайк и подписаться на мой YouTube-канал. Вас уже более 500 тысяч человек, и я выражаю по этому поводу сдержанную ноту восторга. Также, согласно протоколу, напомню, что вы всегда можете поддержать мою работу любым доступным и удобным для вас способом. Все ссылки для этого есть в описании к этому и другим роликам. И спасибо вам за вашу поддержку. Такая оценка задает высокую планку, на которую мы будем равняться. Каждый пропагандист по долгу службы обязан знать и доносить до широких масс. Путин – величайший политик современности. На планете ему почти нет равных, а уж самой России и подавно. В рейтингах доверия россиян, как и положено диктатору, Путин лидирует с большим отрывом. У президента есть преданные соратники, им тоже положено немного рейтинга доверия. Но так, чтобы даже не возникало мысли о претензиях на что-то большее. Так вот, Сергей Лавров уже долгое время болтается под Путиным в этой тройке лидеров. Раньше кампания ему составлял Сергей Шойгу, но с началом войны у того дела совсем разладились. А недавно Шойгу выкинули из Министерства обороны. Так что свое дутое доверие он уже растерял. Среди сторожил в правительстве остался лишь Сергей Лавров. Главой МИДа он стал страшно подумать еще предпрезиденте Путине первого срока – 2004 году. Лавров стал четвертым министром иностранных дел постсоветской России. До него этот пост занимали Андрей Козырев, Евгений Примаков и Игорь Иванов. Позже мы узнаем, как один из экс-министров оценивал профессиональное падение Лаврова. Но сперва о том, как нынешний глава МИДа стал тем, кем мы его знаем. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть. Сергей Лавров на два года старше Владимира Путина. Родился в марте 1950 года. На сайте МИДа о национальности Лаврова сообщается, что он русский. Хотя в 2005 году во время визита в Армению в Ереванском славянском университете на вопрос студентов о своем происхождении Лавров ответил. У меня тбилисские корни, потому что мой отец оттуда. Во мне течет армянская кровь и никакая другая. Эта кровь ни в чем мне не мешает. Даже в таких вопросах, как национальность, они напускают туману. О матери Сергея Лаврова тоже мало что известно, кроме того, что она работала в Министерстве внешней торговли СССР. С трех до девяти лет Сережа прожил в Ногинском районе Московской области у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами. До третьего класса учился в Ногинской школе номер 2 имени Короленко. Затем в Московской школе номер 607 в районе Марьино-Роща. Дальше была учеба в престижном вузе, куда Лавров поступил по совету матери. Когда я поступил в МГИМО в 67-м году, между прочим, перед тем, как начать заниматься в институте, нас направили в августе на две недели вот ровно в эту географическую точку. Мы рыли котлован под здание телецентра. Студент Лавров, конечно же, не подозревал, что участвуя в строительстве телецентра Останкино, он буквально вкладывается в свое же будущее. Пройдут годы, и в Останкино будет снято множество выпусков новостей и пропагандистских передач, восхваляющих как Лаврова, так и его ведомство. Но прежде чем возглавить МИД, Лавров прошел внушительный путь. Первым местом работы будущего министра стало посольство СССР в Шри-Ланке, где он трудился переводчиком, личным секретарем и помощником посла. Одним из ярких воспоминаний Лаврова стала встреча со змеей. Однажды в его кабинет заползла гадюка. Но, наверное, куда страшнее, когда в твой кабинет регулярно заползает Мария Захарова. Вернувшись на родину, Лавров устроился в отдел международных организаций МИДа. А в начале 80-х его отправили работать в Нью-Йорк, постоянное представительство СССР при ООН, где он за 7 лет прошел путь от первого секретаря до старшего советника. Потом снова последовало возвращение в Москву и работа в советском МИДе. После распада СССР Лавров был назначен заместителем министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. С начала полномасштабной войны в Украине Андрей Козырев выложил в Твиттер эту фотографию из 90-х, где за спиной тогдашнего главы МИДа мы видим его зама с задумчивым выражением лица. Козырев тогда написал Действительно, профессиональные навыки Сергея Лаврова как дипломата и переговорщика были востребованы уже тогда. А личные качества, образность речи, хорошая память, чувство юмора лишь усиливали позиции Лаврова. Казалось, таким и должен быть настоящий дипломат. Я его продвигал, назначил его заместителем своим. Он у меня работал замом в самые тяжелые годы, в начале 90-х. Кстати, тогда, когда мы создавали СНГ, когда мы оставались в Совете Безопасности вместо Советского Союза. Это, кстати, было очень непросто. И устанавливали дружественные, добрососедские отношения с Украиной и с другими республиками, новыми. И во всем этом Сергей Лавров был со мной вместе. Поэтому мне чудовищно больно, что он превратился тоже в рупор вот этой всей лживой пропаганды. И он достаточно умный человек, чтобы прекрасно понимать, что это ложь все. Это оценка человека, который тоже был министром иностранных дел, что делает ее еще более ценной. К слову, с начала полномасштабной войны Козырев призывал российских дипломатов уйти в отставку и не поддерживать российскую агрессию в Украине. Да, система чудовищная. Да, режим чудовищный. И он совершает эти преступления. Но военные, те, кто служит этому режиму в армии, не должны совершать преступления. Даже если им дают преступный приказ. Выполнять преступный приказ нельзя. И то же самое относится к дипломатам. Если тебе дают преступный приказ утверждать вот эту ложь, то ты не должен этого делать. Тогда в пропагандистских СМИ со ссылкой на источник МИДИ появились статьи о том, что Андрея Козырева внутри министерства всегда считали предателем интересов России. И что за 20 лет существования Дня дипломата коллектив и ведомство ни разу не поздравили Козырева с праздником. Ведь его имя считается в МИДИ нарицательным и ассоциируется со сдачей позиции. Да, вот такой ерундой теперь занимается в МИДИ. Это как писать бывшему секретного аккаунта. Креатив уровня Марии Захаровой. Мы очень хорошо эти времена помним. Сейчас вот откроем. Вы же позволите мне секунду. Это очень интересно. Сейчас я вам много интересного расскажу. И все же возвращаясь к карьере Лаврова. В 1994 году он снова отправился в Нью-Йорк возглавлять постпредство в ООН, но уже от России. В этом статусе он проработал 10 лет. За это время произошло многое. Чечня, Югославия, Ирак. Финансовый кризис 11 сентября. В России это было турбулентное время. Политическая жизнь бурлила. Правительства сменяли друг друга на фоне общей нищеты. И разве что Лавров при ООН создавал впечатление хоть чего-то стабильного в этом постоянном хаосе. И сменивший Ельцина Владимир Путин в конце первого срока назначил Лаврова министром иностранных дел. В своей первой программной статье Лавров писал, что Россия и США стали ближайшими союзниками в борьбе с международным терроризмом. Произошло качественное улучшение отношений России и НАТО. А также улучшилось стратегическое партнерство с Евросоюзом. В то же время не забывал выражать обеспокоенность расширением НАТО и упрекать Западу в двойных стандартах. Лаврову отдавали должное и за рубежом. Так, бывший постпред США при ООН Джон Болтон в 2011 году давал следующую оценку Лаврову. Сергей Лавров – это серьезный соперник в переговорном процессе. И, конечно, сильный партнер, если вы с ним на одной стороне. Полагаю, что таким и должен быть дипломат. Он представляет интересы своей страны, и тут нет места иллюзиям. Кто-то вспомнит, как в 2009 году в Женеве Лавров встречался с Хиллари Клинтон, которая занимала должность госсекретаря США. Хиллари тогда преподнесла подарок в виде символической кнопки перезагрузки. Российско-американским отношениям и предложила министру вместе нажать на нее. Позже выяснилось, что на кнопке по ошибке было написано «перегрузка» вместо «перезагрузка». Что, как позже выяснилось, больше соответствовало реальности. В общем, тогда казалось, что Сергей Лавров занимает свое место министр иностранных дел по праву. Его считали сильным, высококвалифицированным дипломатом, в том числе коллеги за рубежом. Вот только чем дольше Путин находился у власти, тем больше его занимали всякие геополитические игрища вместо проблем внутрироссийских. Протесты начала десятых годов сильно подкосили позиции президента. Его рейтинг падал. И чтобы выправить свое положение, Путин в 2014 году решается на международное преступление – вооруженный захват Крыма. То, что это вопиющее международное преступление, нарушающее все правовые нормы, было понятно сразу. И Лавров, как министр иностранных дел, должен был как минимум тут же уйти в отставку, чтобы хотя бы сохранить лицо. Но он выбрал сторону зла. Так закончилась карьера умилого дипломата и началась карьера международного преступника Сергея Лаврова. От имени президента Российской Федерации предлагаю Государственной Думе одобрить проект федерального закона от ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. После оккупации Крыма тон заявлений, внутренних и внешних, стал более антагонистическим, а пропаганда советского образца полностью вернулась в российскую дипломатию. Так считает Борис Бондарев, единственный российский дипломат, который публично подал в отставку после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Потому что, на мой взгляд, он, конечно, один из главных виновников всего того, что мы сейчас наблюдаем. Мне представляется, что он своей податливостью и нежеланием ни с кем ссориться, и нежеланием отстаивать свое мнение во многом привел к тому, что МИД превратился в такой просто исполнитель, бездумный исполнитель любых указаний, любых капризов, поступающих из самого вера. Одно дело с высоких трибун рассуждать о многополярном мире. Другое дело, когда тебе приходится врать, что пророссийские боевики не избивали малазийский Боинг над Донбассом и не виноваты в гибели 298 человек. С подобной риторикой Сергей Лавров стал быстро терять былой наработанный годами международный авторитет. Уже в 2015 году Лаврова высмеивали и освистывали в Мюнхене на международной конференции по безопасности. После рассуждения о том, что Крым был присоединен к России в соответствии с уставом ООН. Над позицией России можно смеяться. Смех продлевает жизнь. Этой фразой Лавров попытался сохранить лицо. В 2023 году смехом продлевали жизнь уже на конференции в Индии. После слов Лаврова о том, что Россия пытается остановить войну, которую начали против нее, используя украинский народ. Министерство иностранных дел превратилось в предаток пропагандистской машины российского государства. Согласитесь, когда твоим лицом становится Мария Захарова, можно смело констатировать, что с остальным организмом явно что-то не так. Которые, как мы буквально пару минут назад выяснили и уже извинялись за сотни миллионов загубленных жизней. Так похуду, знаете, сказать, извините, извиняемся. Что эти люди говорят? Уже еще раз. Да и непосредственный начальник Марии Захаровой иной раз выдает такое, что трудно поверить, что этот человек когда-то обладал отменной репутацией. Однажды, отвечая на вопрос, как Зеленский, будучи евреем, может проводить в Украине нацификацию, Лавров договорился до того, что у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Скандальные слова Лаврова шокировали мир. Об этом говорили все государственные СМИ Израиля. Глава МИД заявил, что слова Лаврова непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой. А это заседание ООН по правам человека на исходе первой недели полномасштабной войны. На экране показывают выступление главы МИД Сергея Лаврова. Он говорит о спецоперации, упрекая Запад в русофобии. Вот только Лаврова никто не хочет слушать. Многие дипломаты демонстративно покинули зал заседаний. В сентябре 2022 года Лавров выступает в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН по Украине. И, как обычно, критикует все, что происходит в соседней стране. Но вот ведь парадокс. Говорит вроде про Украину, но как будто его слова куда больше подходят для описания происходящего в другой стране. Догадайтесь, в какой? Под соусом борьбы с российской агрессией и сепаратизмом на Украине усиливается преследование инакомыслящих. В марте этого года введен запрет на деятельность 11 политических партий под предлогом их связей с Россией. Давно закрыты ведущие оппозиционные телеканалы на русском языке. Блокируются неугодные правительству сайты. За попытку дать альтернативный официальному взгляд на положение дел подвергаются гонениям журналистов. Никакие былые заслуги не способны воскресить утерянный авторитет. Неудивительно, что в ноябре 2022 года на главы МИД стран G20 большой двадцатки на встрече в Индонезии отказались делать общую фотографию с Сергеем Лавровым. Каково это быть изгоем и посмешищем на весь дипломатический мир, учитывая, что еще вчера тебя ценили как профессионала, с твоим мнением считались. Сергей Лавров давно мог уйти на покой. Он мог бы сейчас преподавать в каком-нибудь американском или европейском вузе или просто отойти от дел. Но он сознательно выбрал служение путинскому злу. Как человеку, мне кажется, конечно, это в определенном смысле трагедия. Человек, который был известен всему миру как профессионал высокого уровня, многообещающий перспективный министр, с которым все хотели общаться, с которым все хотели встречаться, вести переговоры, подписывать документы, сейчас превратился в человека, по сути дела, в карикатуру, на себя и на то, что он делает. На полную противоположность тому, что можно называть словом профессионал. Человек, с которым никто не встречается, человек, с которым никто не хочет оказаться на одной фотографии. Это, конечно, для дипломата. Для дипломата это полный провал. Так что заставляет Лаврова до сих пор позориться на весь мир? Оправдывать войну и смерти тысяч невинных людей. Черное называть белым, а белое черным. Все та же любовь к богатству, привилегиям и роскошной жизни. Как это банально. В сентябре 2021 года издание «Важные дела» рассказали о женщине, которая поддерживает давние и очень близкие отношения с Сергеем Лавровым. При том, что глава МИД женат на Марии Лавровой, и у супругов есть дочь Екатерина, которая 17 лет прожила в Америке, где работал отец. Но это все для официальных пресс-релизов. Так вот, но самой женщиной близкой к Лаврову оказалась Светлана Полякова, по сути, его тайная жена. Она сопровождала министра в официальных перелетах, при этом в МИДе не числилась. Почти сразу же команда Навального выпустила расследование о том, что не только Светлана Полякова, но и ее дочь и мать летали за счет МИДа, а также пользовались самолетом, виллами и яхтами миллиардера Олега Дерипаски. Но и стоит ли говорить, что Полякова и ее семья обзавелись активами на более чем 1 миллиард рублей? Это и 260-метровая квартира в жилом комплексе Прочистенка-13 в районе так называемой Золотой мили в Москве. Апартаменты в Сочи и дом в Подмосковье, автомобили Порш и два Мерседеса. Семья может и тайна, а богатства самые, что ни на есть явные. Но вишенкой на торте в истории о тайной жизни Лаврова стала вот эта замечательная фотография, сделанная в 2018 году на фоне японского ресторана «Лавров» в сопровождении Светланы Поляковой, а Дерипаски компанию составила эскортница Екатерина Лобанова. Все улыбаются, жизнь удалась. Ну и в заключении хочется спросить, а зачем вообще нужна внешняя политика? Для того, чтобы запугивать других своим величием, шантажировать ядерным оружием, чтобы упражняться в хамских поддевках, чтобы помогать другим тоталитарным государствам выживать в современном мире? Или внешняя политика нужна для того, чтобы защищать интересы своих граждан во всем мире? Не в том извращенном виде, когда нужен предлог для начала войны, а когда граждане твоей страны могут спокойно путешествовать по всему миру, а не бежать от своего же государства, чтобы россияне чувствовали себя защищенными везде. Сергей Лавров, как и его Министерство иностранных дел, как и вся внешняя политика России последних 15 лет, это язык хамства, шантажа и международных преступлений. Это абсолютный провал внутри России и за ее пределами. Ни Сергей Лавров, ни самый проразглашенный Владимир Путин не имеют никакого права говорить со всем миром от имени россиян, от нашего с вами имени. Ведь мы не хотим войн, мы не хотим лжи, мы не хотим смерти для наших соседей. И нас с вами точно подавляющее большинство. Мы хотим и будем добиваться достойной жизни, внутри России и добрососедских отношений за ее пределами.